Здравствуй, мой юный слушатель! Мы приветствуем тебя в гостях у сказки. Сегодня мы послушаем историю о маленьком поросенке Плюхе, который отправился на поиски клада. Что же это такое клад? И удастся ли поросенку Плюху найти его? Устраивайся поудобнее. Сказка начинается. Как Плюх искал клад. Однажды утром поросенок Плюх сидел на крыльце своего домика, глубоко задумавшись. Что, Плюх, скучаешь? Спросил старый еж, усаживаясь рядом с ним. Я думаю о том, как отправлюсь путешествовать, сказал Плюх, и какие будут приключения в дороге. Уж не собираешься ли ты найти клад? Засмеялся еж. А что такое клад? Спросил Плюх. Клад — это сундук с сокровищами, таинственно зашептал еж. В сказках говорится, тот, кто найдет его, станет самым счастливым на свете. Я сейчас же иду искать клад! — воскликнул Плюх и стал собираться в путь. — Куда ты, Плюх? Ты заблудишься в лесу! — отговаривали его братья топ и шлеп. — Тебя съедят дикие звери! — дрожа причитала сестричка Хрю. — Не бойтесь, — сказал Плюх, — я вернусь и принесу вам клад. — Нам не нужен клад! — в один голос воскликнули поросята. — Не ходи! Но Плюх уже не слушал их и скрылся в лесной чаще. Долго шел он по тропинке и вдруг услышал протяжный жалобный рев. Плюх раздвинул кусты и увидел громадного лося с ветвистыми рогами. Поросенок испугался и хотел убежать, но лось простонал. — Поросенок, помоги мне! Острый шип терновника впился мне в ногу, и я не могу ступить ни шагу. Плюх подошел к лосью, осмотрел копыта и вытащил за нозу. — Спасибо тебе, поросенок! — шумно вздохнул лось. — Скажи, что ты делаешь один в дремучем лесу? — Я ищу клад! — гордо ответил Плюх. — Ты не знаешь, где он спрятан? — Не знаю, — качнул рогами лось. — Но если хочешь, я буду искать его вместе с тобой. И они пошли по лесу, заглядывая под каждый куст, но клада нигде не было. Вдруг они увидели зайца, попавшего в капкан. Лось наступил копытом на пружину, Плюх раскрыл капкан, и заяц выскочил на волю. — Ура! — заплясал он от радости. — Да здравствует лось и поросенок Плюх, которые спасли меня! — Пойдем с нами! — обнял его Плюх. — Мы ищем клад! Заяц замахал ушами и сказал. — Никогда не видел клада, а его едят? Они пошли втроем и до самого вечера искали клад, но ничего не нашли. — Осторожнее! — вдруг пискнул кто-то над их головами. — Не раздавите моих птенцов! Они выпали из гнезда и потерялись в траве. Среди кустов металась пеночка и в отчаянии звала своих детей. Плюх разыскал в траве птенцов и положил их обратно в гнездо. — Спасибо, добрые путешественники! — защебетала пеночка. — Куда вы путь держите? — Мы ищем клад! — устало хрюкнул Плюх. — Вот только не знаем, где он! — Идите к мудрой сове! — посоветовала пеночка. — Она вам поможет! — Но уже темнеет, мы можем заблудиться! — сказал Плюх. — А я буду лететь впереди и показывать вам дорогу! — ответила пеночка. И друзья направились к старому дубу, в дубле которого жила мудрая сова. Они увидели дымок над крышей совиного домика и свет в окне. Сова деревянной ложкой мешала суп и приговаривала. — Кусочки коры, которые падают с потолка в кастрюлю, придают бульону особый аромат. Плюх позвонил в серебряный колокольчик и спросил. — Мудрая сова, скажите, пожалуйста, где надо искать клад? — Таких трудных вопросов мне не задавали, — проворчала мудрая сова. — Боюсь, что на него нет ответа даже в моих книгах. Она долго копалась в чулане и, наконец, притащила оттуда пыльную книгу без переплета, с обгрызенными страницами. Клад зарыт там, где радуга касается земли. — Прочитала она. В это время на плите закипел бульон, и сова бросилась на кухню. — И радуга бывает только после дождя, днём, а сейчас ночь, — растерянно пролепетал Плюх. — Я ещё никогда не ночевал в лесу. — Не бойся, Плюх, — успокоил его лось. — Я лягу рядом с тобой и буду охранять тебя. — И я буду рядом с тобой, — добавил заяц. Плюх проспал крепким сном всю ночь и с трудом открыл глаза, когда пеночка зазвенела ему в ухо. — Вставай, Плюх, уже утро. — Ночью был дождь, а сейчас на небе солнце. — Поросёнок вскочил и взвизгнул от радости. — Радуга! Смотрите вон там, где растёт ореховый куст. — Я вижу то место, где радуга касается земли, — подхватил заяц. Но когда они подбежали к ореховому кусту, радуга была уже далеко впереди. Плюх и его друзья долго гонялись за ней, но радуга всё время убегала от них. Наконец они совсем выбились из сил и опустились на землю. — Так где же всё-таки копать? — грустно спросил Плюх. — Не знаю, — опустил голову лось. — Постойте, — вспомнил вдруг заяц. — На этой полени живёт мой старый приятель Крот. Спросим у него. Заяц постучал задней лапой по холмику, и оттуда тотчас высунулась сонная мордочка Крота. Услышав, что Плюх со своими друзьями ищет клад, Крот задумался, а потом сказал. — Может быть, он зарыт под большим старым деревом, что возле самой реки? — В прошлом году, когда я строил дом для своей внучки, я наткнулся там на что-то твёрдое. Мне пришлось вырыть целый коридор, чтобы обогнуть это препятствие. — Поищите-ка там! И друзья помчались к реке. Долго копали они землю под большим старым деревом. И, наконец, копыта лося стукнулась обо что-то твёрдое. — Ура! — закричали все. — Это, наверное, клад! Но в яме лежал только большой камень. Изнемогая от усталости, друзья повалились на траву. Плюх пригорюнился. — Что же я скажу дома? Не нашёл я сундук с сокровищами. — Зато какая здесь вкусная трава! — воскликнул лось. — Какой сочный мох! Вот это настоящее сокровище! Я думал, — пробормотал заяц, — что сокровище — это сладкая морковка. Но здесь я нашёл такую мягкую и вкусную берёзовую кору, что, право, она не хуже морковки. — А какие тут сладкие ягоды! — прощебетала пеночка. — И здесь так прекрасно! И правда, вся поляна была покрыта жёлтыми цветами, и они горели на солнце словно золото. — Смотрите! — закричал Плюх. — Ведь это же лютики! Сестричка Хрю говорила, что цветы эти целебные. И он принялся рвать лютики. Лось щипал траву, заяц наслаждался берёзовой корой, а пеночка клевала ягоды. Друзья так увлеклись каждый своим делом, что не заметили, как померкло солнце, и небо заволокло чёрными тучами. Послышался глухой раскат грома, сверкнула молния, и подул такой сильный ветер, что они едва удерживались на ногах. — Ой, меня сейчас унесёт ветер! — застонал заяц и в страхе закрыл лапами глаза. Хлынул дождь, и началась страшная буря. Река зашумела, забурлила, и вдруг друзья увидели, что по реке кто-то плывёт. Круглая чёрная голова то показывалась, то исчезала в волнах. Наконец к берегу подплыл бобёр и закричал. — Вода прорвала плотину! Сейчас затопит низкий берег! Бегите! Спасайтесь! И не успел он договорить, как друзья оказались уже в воде. Пеночка в тревоге закружилась над ними. — Моих бедных птенцов вот-вот снесёт ветер, они ещё не умеют летать. — Успокойтесь, друзья! Держитесь за мои рога и взбирайтесь ко мне на спину! — сказал лось и наклонил голову. — И ты, Пеночка, бери гнездо и тоже садись! Все быстро уселись на спину лося, и он поплыл по бурлящей воде. С трудом пересёк он реку, выбрался на высокий сухой берег и помчался во весь дух к домику поросят. И скоро искатели клада, мокрые и озябшие, были уже на крыльце маленького домика в лесу. А сестричка Хрю, Топ-Шлёп и дядюшка Барсук были в ужасной тревоге и собирались идти искать плюха. Увидев его живым и невредимым, поросята запрыгали от радости. — Смотрите, что я нашёл! — воскликнул плюх и протянул сестричке Хрю большой букет лютиков. — О-о-о! — обрадовалась Хрю. — Это просто сокровище! Я давно мечтала найти лютики, ведь их листья помогают от всех болезней. — А цветы — лучшая приправа к гороховому супу! — добавил Топ. — Мы все вместе искали клад! — закричали путешественники. — Но так и не нашли его! — А я думаю, что нашли! — серьёзно сказал дядюшка Барсук. — Вы встретились, вместе терпели невзгоды, помогали друг другу, а в одиночку могли бы и погибнуть в такую бурю. — Теперь вы друзья! — Разве это не клад? — Да это настоящее сокровище! — Продолжение следует... — программа для того, как мы встретились с человеком сом漏.